Ну что, дорогие друзья, вот, как сказать, последний день, но фестиваль не закончен, потому что сделать надо еще самое главное, надо его закрыть, вот, и подавающим образом. 17 театров из разных уголков нашей страны и всей планеты на протяжении последних четырех дней играли на рязанских сценах. Это те, кто прошел тщательный отбор и по праву представляет срез современного кукольного искусства. Самое новое и самое интересное за последние два года – настоящее открытие и прорывы. И так на протяжении 34 лет. Рязанские смотрины, ну, не могу сказать, что я был на первом, но на первых, по-моему, на третьем, что ли, я был. И это один из, ну, во-первых, если серьезно говорить, это один из крупнейших, уважаемых фестивалей, один из самых значимых. Это тот фестиваль, на который очень многие стремятся, но далеко не все попадают. 19 фестиваль прошел в атмосфере 19 века – золотого века искусства. Несомненно, свой золотой век переживает сегодня и Рязанский театр кукол. Спектакли, которые гремят во всем кукольном мире. Фестиваль «Рязанские смотрины», давно ставший законодателем мод и знаком качества. Директор театра Константин Кириллов, начиная с этих сматрин, президент Международного союза УНИМа. А также школа-лаборатория для молодых артистов «Луна для всех одна». В этом году, кстати, спектакль ставила Анна Конан. Наверное, мне запомнится этот фестиваль количеством женских имен в афише. Потому что как-то незаметно, но тем не менее неумолимо молодые женщины-режиссеры захватили власть. Это в некотором смысле созвучно нашей первой премьере этого сезона «Гертруда, Дани, краса и королева» и этот, как его принц датский. Но тем не менее, мы видим в афише много спектаклей, не меньше половины, которые сделаны молодыми девушками, женщинами. И это очень достойные работы. За 34 года своего существования фестиваль охватил широчайшие в плане географии рамки. За исключением двух спектаклей удалось посмотреть все. Фестивальная программа была очень удачно сверстана. Интересно, что в этом году были такие отдаленные театры, как «Изнаходки», например. Таким образом, фестиваль сближает границы и очень много новых лиц. С одной стороны, конечно, это печалит, потому что мэтры уходят. С другой стороны, очень радостно, что наше искусство продолжается. Кстати, уже сегодня, прямо после закрытия фестиваля, стартуют гастроли кукольного театра из Гродно, где трудится полюбившийся рязанскому зрителю Олег Жукшда. А со сматринами прощаемся на два года. В следующий раз они станут 20-ми юбилейными и непременно откроют для всего мира новые имена. Продолжение следует...